всем огромный привет добро пожаловать на мой канал нам с мамой очень сильно приятно чтобы предыдущим нашим болта логическим влогом вы оставили столько много теплых комментарий что вам очень понравилось мама всех читала мама вообще читает мои комментарии вот так что всем огромное спасибо и сегодня мы хотели бы продолжить эту тему поболтать тоже но немножко на другую тему кстати да если вам интересны такие видео вы оставляйте свои комментарии даст может быть запросами пожеланиями на тему которых было хотели увидеть нашу болтовку в общем скажем так ну а сейчас я бы хотела ответить такой видео ответ на комментарий один который мне поступил правда он поступил мне но мы решили с мамой вдвоем его обсудить поступил он от татьяны ильянова если я извиняюсь если неправильно произношу наталья расскажите я думаю будет интересно всем как вы находите время и для ухода за собой домом и огородом дети семья и так далее ведь на это все нужно время а его на все не хватает может снимете видео с удовольствием как вот ну первое самое главное это растянуть сутки не 24 шутка конечно самое главное я могу сказать вот что я считаю самое главное это любить себя все больше ничего и быть в какой-то мере эгоистом ну какой-то принципе да при выделять время на себя всегда но сюда нужно еще обязательно чтобы был как бы график вот определенное время нужно я считаю нужно выделить вот например там с пяти до шести нет с утра вот с утра встал всех отправил и заниматься собой любимую и вообще я считаю что нужен график вот какой-то расписание вот как в школе расписание как детском садике да там вот завтрак прогулок там занятие прогулка дима сон и так далее принципе как бы и свою я считаю что жизнь тоже нужно вот как бы вот так вот то есть даже если вам кажется что ваше хобби как это какая-то ерунда нет вот там например чтение книг но книжку можно почитать это не так важно допустим не ну как это не важно и так далее вот все равно его включать то есть если вам или кому-то кажется что это ерунда это не ерунда это время которое вы уделяете себе она обязательно должно быть течение дня ну в принципе да 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 ну вот например да книжку и читаю там перед сном ну правильно чтобы заснул там почитал и все это да это это должно быть постоянным константа должно быть постоянно да я еще считаю что нужно правильно выставлять как приоритеты и люди в приоритетах должны быть в первую очередь то есть не ваще как бы да если что-то не успела где-то вы ладно не гнаться вот это вот как белка в колесе вот это вот все что нужно хозяйка должна быть там у нее должно быть этого и это как вот сейчас любят наваливать что женщина должна это и это и это должна ко мне как немцы корову подоить козу там дети кирха и еще чего-то вот вот я например по себе знаю что вот ну во всяком случае от меня по работе учили не делать лишних как говорится телодвижения ну да но в каком смысле вот например вот ты идешь и попутно занесла то есть и не то что ты идешь дело дело попутно и потом обратно вернул но образно говоря пошел ты выносить мусорный ведро мусорное ведро там на него за там вот где да и попутно сходил на почту за газеты ну как бы вот так они то что ты вынес мусорное ведро вернулся домой потом ну вот так вот у нас учили потому что по моей работе надо было быстренько 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 и одновременно 33 дела делать это да это некоторые дела тоже например если уход за собой можно например как я с утра налеплю себе маски везде где-то помощь на пробу гай всех есть некоторые маски которые там допустим сделал маску пошел готовить завтрак но есть некоторые маски которые так выглядят вот последние сахерба который я взял он так выглядит конечно да что нужно пить и фильмов ужасов аппетит всем испортить да вообще я например дело маски там допустим одновременно на волосы на лицо и иду заправлять постель собираю как раз грязное белье во все по дому какие такие вот то есть одновременно какие-то дела если можно совмещаем это визу совмещать стараться по моему понимаешь мы с тобой сидим дома а там там народ работает понимаешь вот женщина приходится разлом народ работает они женщина работает это совсем другой график до совершенно другой график но здесь нужно иметь правильно организаторские способности вот так я считаю то есть не нужно отказываться вам должен бы не то чтобы не нужно планка понятно не то что отказываться от помощи не взваливать все на себя вот то есть самое главное у домашних у всех должны быть свои какие-то обязанности то есть встал застелил за собой кровать там за поел брал за собой и так далее и чтобы не было такого вот так грязное белье кинул это самое да костюм это в кастрюльку грязное белье отнес например к машинке стиральная там положила даже можно просить загрузить стиральную машину правда у меня это обычно чревато да там там нельзя там не они нельзя грузить загружать не 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 попросить развесить развесить да это большое дело но какие-то то есть обязанности если вы тем более вы работаете муж работает то вы должны вместе вести быт скажем так то есть вместе накрыли на стол вместе может быть что-то приготовили по крайней мере мужа всегда можно попросить почистить морковку картошку и за лук порезать что-то например то есть но ты понимаешь но это же ломка это ломку мужчины об коленку особенно когда молодые выходят замуж девочки конфетно-букетный период кончается начинается бы того по самое элементарно ведь мужик-то выходит для чего не хочет жениться до жениться для чего чтобы снять себя какие-то обязанности по поводу приготовления щеки чем выходит по любви что нет и считаю что наоборот мужчина должен жениться по любви а женщина не обязательно нет не выходит по любви нравится нравится интересно с ней хозяюшка вот у них приоритета то есть как бы рабочие качества женщины они же все смотрят на рабочие качества вот даже мой дедушка да вот он мой дедушка по маме он был второй раз женился первый раз он по любви но у него жена умерла то есть не деток ничего они по-моему полгода пожили и как это называется чахотка вот пора раньше было а а потом он стал значит ему надо жениться все-таки молодой сколько ему было по 17 лет до 18 лет 19 ему был надо было жениться и вот он запрямить раньше а сейчас нет я не об этом он заприметил свою вот жену мою 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 бабушку вот он заприметил по каким качествам она работящая она была стройная и у нее шикарная была коса ниже попы толстая толстенная то есть он не любил нет он выходил по рабочим качествам потом у него возникло уважение потом когда он уже поженился детки то есть это было и и хозяйка и как говорится все вам было ужасно почему ужасные вещи почему я говорю про так а на самом деле а на самом деле так нельзя почему мужчин должен любить уважать любить уважать от уважения идет любовь на понимаешь вот вот он уважает эту женщину значит он раз он ее уважает значит он к ней относится более побоится лишний раз обидеть вот кстати помочь вот видеть что вот жена пришла с работы не в духе там или еще чего-нибудь значит может быть даже прости меня те же тарелочку поставить там например там хлеб порезать или еще что-нибудь такое вот елки ложки положить на стол как бы сервировать его понимаешь а потом уже кажется мужчина это такая вещь не вещь это это человек мужчина такой человек который может уважать одну этому это это у них гена заходит этой это положено как коте они же везде бегают уже нету это нормально телевиденной это нормально а чем то есть это нормально жить с одной детей имеется одной уважать одну а бегать под рукой значит что-то ему не нравится в жене значит что-то он приходит с работы она ему мозг выносит ду 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 раз пришел два пришел потом попозже пришел она в это время спать легла ужасные вещи говорит вообще а почему ужасно ради не так я живу в разных очках видать наверное не указываю свои отношения нет но я например считаю что мужчина в любом случае выбирает женщину каким-то вот рабочим качеством а почему а почему мы нет мужчина женщина выбирает по любви по физическим данным вот и как ни крути но он либо ну и знаете либо хочет либо нет как бы у них вариантов нету они всегда хотят но не всех же подряд тоже никто дает это вычеркнула о том пошли не в ту степь пошли вот так вот да нет нет ну мы по поводу вот этого времени я например считаю что должно быть в любом случае в какой-то вот план вот например вернемся к теме да вернемся к теме все равно какой-то должен быть план это в любом случае то есть у меня нет например плана вот у меня спрашивали наталья как как вы планируете свой день никак не у меня есть только как это не на моя основная работа я работаю таксистом отвези привези увези завези съезди купи отвези а все равно это зала день так он тебе это план утром отвез приехал это все потом начинается нервотрепка в магазин за продуктами съесть туда съесть потом одного забери сюда залить второго забери на тебя за езди в аптеку залить кучу мне этих самых потом еще и мама еще туда ее дата шмиде встретить там увези вот моя основная работа вот я работаю я работаю таксистами кстати даже легка старшина помнишь на хихикался кем-то вам работать таксист а помнишь мы это самое встречали я легкую забирала со школы а ты как раз подъехала там огур таксиста и потому что она есть это как мы же не забирают нигде не было из кооператива она забирала мне позвонила нас кооператива запирал это такое-то фамилия такси ночью водитель все равно в любом случае например вот на себе ну как бы на себя любимую все равно вот кто чем занимает кто книжку читает кто в ходу до плана вот и говоришь план состоит я могу такой план себе написать просто нет реально реально нет ну например в каком смысле план вот например да вот сегодня я обед готовлю там например потом и потом надо мне туда сходить потом мне это сделать так а вот у меня например вечер вот например как я на путь вечером знаю что вот например 7 до 9 до 10 я вот все и у меня близки уже к этому знает что все бабушки нету башка пошла свои дела делать понимаете ну это может неправильно говорить нет девочки вот больше десяти минут и все неправильно вопрос о том как все успевать вот как все успевать за всем выделать всему всем аспектам жизни по чуть-чуть времени и не забывать про себя еще нет я считаю не так здесь вопрос в том что ну вот на мой взгляд что нужно уделять вот почему я говорю всем аспектам то есть и детям время и мужу время и дома время и еще чему-то время и тому-то время но при этом давать себе какие-то пау то есть не быть заданной лошади лошадью все вот знаешь как сейчас модно вот женщина должна значит это фарш накрутить козу подоить мне не налепить и это сделать еще быть горячего его мужа значит встретить ты мой любимый родной значит у нас не нужно поделать и так далее и вот ну вот сейчас такое вот есть вот я считаю что этого не должно быть я считаю что женщина должна любить себя если вы устали если вы себя плохо чувствуете надо пойти три на два за собой и за семьей вот надо такой два аспекта рассматривать ну и как а пошла всех нафиг нет нет чтобы тебе я считаю что если тебе хватит чтобы тебе хватило ухода за собой необходимо не все на себя взваливать это самое главное а распределять вот мы правильно тогда затем затронуть затем распределять ее вот муж вот это должен сделать дети и это должны делать то есть вот не то что там вот например женщина приходит домой с работы она как утром ушла так вечером пришла замуж уже там уж сидит и говорит дорогая а когда мы будем завтракать а ты еще так вторую ногу через порог не принесла когда мы будем ужинать а ты еще 2 ты еще вторую ногу через порог не принесла и сумки не поставила и все вы понимаете ну это же вообще я просто опять же дети да смотря какого возраста если например ребенок уже там более-менее самостоятельно не было такого 14 там 13-летний парень по его юну кушать и туда даже и детей приучать к самостоятельности то есть чтобы он мог сам напротив взять и разогреть себе еду да уже приготовленного не сидеть ждать вас чтобы он мог сам что-то сделать но это ломка девочки это надо почему ломка детей можно с самого начала а если они уже выросли они продолжают у мамы как как груднички сидеть которые вот ползают под ногами может но если маме нравится здесь вопрос да бывает такое что нравится как по маме не нельзя чтобы чтобы все хватало надо надо правильно правильно организовать и любить себя вот когда начнешь себя любить и ставить себя первую очередь тогда уже и остальной огород но огород ну что обычно женщина в огороде делает пропаловые полива а поливать могут опять же чтобы успевать в огороде его не нужно делать знаете вот это вот нет поля картошки засаживать или там я росли цвету мнение это не права ты не права ты не права ты не права в каком смысле что может быть люди которые живут на юге а у них там положено вот это все иметь много и у них земля не такая вот у нас например поселок у тут у нас на 12 но 20 суток понимаете и земля дорогая чтобы купить чтобы засолить больше и земля у нас не очень хорошая ведь сюда это у нас не выгодно а на юге там выгод там а в черноземье вот как у нас там кургане там вот она женщина на работе курган воронеж там все полкова книжного тебе абрикосов вырастет я говорю а у нас нет у нас не выгодно у нас вот цветочки и вот которые иногда сдохнут сразу вот юг там там а в деревне они же может быть и при и у них принято житель у них там поле они засадили картошка они питаются это нет это огород нет это но что ты хочешь сказать поле картошка одна женщина что-либо женщина я считаю огородом огурцами не знаю не знаю девочки у каждого конечно свои все уже в возрасте девочки единственное что только вот молодежь а которую вот только начинает жить семейной жизни им нужно конечно изначально вот поставить чтобы муж не садился тебе на шее и ножки не свешивал понимаете это вот изначально это ломка это вот ломка об колено я говорю они находят себе женщину девушку находит который будет обед готовить и стирать и и все одновременно мужчин такой не надо ну да мужики консервативные хорошо хорошо а потом а потом вот смотрите вот если даже вот так вот смотреть ну фильм это ладно это фигня у них там именно придумывают уже по жизни до женщина жила всю жизнь с мужчины до познакомились студентами поженились трудности общежития потом стали расти он рос 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 жена за ним ухаживала ухаживала вот а потом он когда стал таким вот с толстым кошельком и безмозговый какой-нибудь вот я не в это я в смысле безмозговые захотела острых ощущения жена старая швабра ему уже не нужна а почему она она некрасивая у нее седые волосы не морщинки под глазами правильно поэтому надо быть эгоистки ухаживать за собой она всю жизнь за ним ухаживала штаны трусы стирала носки как говорит шнурки гладила вот пылинки сбивала помогала ему подниматься полностью вела на себе хозяйство а он когда уже поднялся как говорится стал каким-нибудь вот и он все ему же жена эта старая швабра не нужно он уже на новенькую с ногами от ушей и так далее которые ни одной морщинки нет и седой к этих самых нету и смысл надо быть эгоисткой да вот и даже для собой развиваться в чем-то что вы знаете вот интересно я когда была была еще не замужем совсем молоденько у меня был начальник такой же в возрасте мужчина и вот он как-то вот дословно я не помню но смысл он такой вот как-то тоже вот так вот разговор прошел про жизнь там а я я уже школу закончил институт не поступила не прошла и вот устроилась и вот он мне как-то говорит что вот мол тоже про любой говорил и вот он сказал что вот есть такое когда у нас тут в питере есть это там моста как называется там на низком проспекте вот эти знаменитые лошади альса была как не буду вылетела могу не красить 4 скульптуры такие вот на мосту покорение человека лошадью и как бы вот такая байка есть что вот ну когда делала вылепляла вот скульптор вот эти эти скульптуры да вот он как бы заложил такой вот мог если по этому мосту пройдет мужчины даже в мыслях не изменившись своей жене то эти лошади должны заражать лошади до сих пор не рвут и вот он мне сказал вы знаете не поверите я пошла и вот была возможность я все время проходила по этому мосту после да как-то мотик то еще у невск на невском ну питерцы знает ну кто знает это самое вот и и вот специально проходил и стояла смотрела проходит может и на лошади не ржут вот пожалуйста почему это я всегда такой мужчина изменяет а женщина что не может что уйти не может изменить не может вот это вот изменить на все могут почему не все почему изменить понимаете нитили найти друг это давайте вот мне тоже часто пишут там типа вот муж уйдет и тогда я бедная не частная да да а что а жена не может уйти сможет иногда нужно уйти ну а изменить не может чтобы найти другого не может что-ли что так вот вот у меня вообще вот это вот смотря как изменить молча нет ну смотри а можно понимаю нет нужно просто вот изменить вот сказать ага ты гуляешь ну и я сейчас пойду-ка вот а может быть получится так что вдруг это будет и затянется а сойти целую понимаешь может получиться такая ситуация что они сойтись анима понимаешь может быть так что сойтись а сайт вместе жить они уже не они несу еще не смогут не смогут у кого-то какие-то обязательства а женщине вот с со своим как бы мужем уже не то что противно дышать одним воздухом не захочется понимаешь а вот это а у тебя на а у тебя тоже не может почему а может быть некуда жизнь некуда а вот так вот вот меня вот это вот вообще никуда может быть куда ну как куда руки ноги есть голова на плечах на туда найти откуда пришла откуда пришла там работы нету это вот нет это неправильно это неправильно рассуждение потому что уйти куда угодно куда уйти я же я же не советская власть если раньше можно было заняться этим вопросом подготовить заранее карт себе для отхода и все это очень этот быть надо вот такой жесткой женщиной это уже надо не любить можно это надо на него же как не на мужа смотреть а как на сотрудника по работе коллегу по работе нет я просто к тому что это понятно все я просто к тому что всегда рассматривается измена мужчина а как бы или то что мужчина уйдет а то что женщина может уйти вот так вот послать развернуться уйти это почему-то никогда не рассматривайте никогда такой вопрос не поднимается вот это у меня всегда очень сильно удивляет и нам чего 2 5 уже никто не в ту степь пошли в общем чтобы все успевать на наш самому взгляд нужно в очередь любить себя до уделять время себе выделять время себе даже если у вас супер вау график и я не знаю в этом горите на работе все равно я считаю пришли как говорится уже сделали и хотя бы хотя бы чуть-чуть по ложке в день но все равно выделять время на себя на свое хобби на свои какие-то увлечения и так далее надо составить кому-то помогает план кому-то план не помогает ну я например не люблю жить по плану честно скажу я знаю да что мне там нужно это это есть план но если я сегодня не успела это сделать я не буду нервничать и там как-то я там полы не успела помыть или это и до 12 часов ночи или до 2 до часу буду их мыть нет я успокоюсь и пойду лягу спать по моих на следующий день вот вот и все нет у тебя же все равно есть план для план отвести привести а вокруг эту уже уже подстраивается все остальное понимаете вот так и здесь я люблю себя на все сегодня должны ванночку сделать я должна примочки сделать я должна покраситься это все остальное уже тогда подтягивать или наоборот если вы работаете да у вас есть основная своя работа то как бы основной эта работа дальше какие-то что-то еще допустим и уже но все равно это настолько один индивидуально девочки это вот это вообще лично я например люблю когда мы нет времени на что чем больше чем больше не успевать тем больше выполняешь да у меня есть такая любимая поговорка руки заняты голова не болит да что это нам женщинам иногда помогает вот ну ладно на сегодня мы будем с вами прощаться и надеюсь вам понравилось такое видео да просите за сумбурность за сомбурность тема очень живота пешечки взаимоотношения между мужчиной и женщиной не играют роли да и даже не играют роли там замужем или уже пенсионерка которая 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 мужчина и женщина что отцы и дети классика поэтому ну ладно обязательно пишите свои комментарии свои может быть какие-то запросы на какую-то еще одну болталку мы с мамой с удовольствием все это почитаем с удовольствием снимем еще одно такое видео я думаю было будет интересно если мы раз в неделю будем выпускать такое видео взгляд так сказать разных поколений на какую-то ситуацию ну да вот всех любим целом и до новых встреч пока пока